Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН. Новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Сегодня в выпуске. Эти дни наполнены только одними событиями. Благодарностью за победу, гордостью за наших дедов и отцов. Память жива в наших сердцах и будет жить. Кану юбилея Великой Победы вся Кубань, ветераны, молодежь, жители собралась в Крымском районе на памятные торжества. Представительной была делегация Занапы во главе с мэром курорта Сергеем Сергеевым и ветеранами Великой Отечественной войны. На сопке героев вновь развернулись бои. Там, где проходила голубая линия обороны фашистов, в мирное время залпы орудий и истребители в небе. Концерт «Реквием» и историческая реконструкция боя за 121-ю высоту. На мемориальном комплексе в Крымском районе собрались сотни человек. Анапскую делегацию возглавляет глава города воинской славы Анапа Сергей Сергеев. Главные герои сегодняшних дней – те, кто прошел сквозь огонь Великой Отечественной войны. В числе почетных гостей – ветераны-анапчане. Николай Корнеевич Бомко, Анатолий Ильич Шилов. Это огромная честь быть вашими потомками. Мы помним ваш великий подвиг, гордимся вами и сделаем все, чтобы быть достойными вас. С праздником! С Днем Победы! Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась эта Великая Победа. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Впервые в Анапе была организована историческая реконструкция высадки на побережье Анапы советского десанта под руководством капитана Дмитрия Калинина. Немецкая форма для нас, родившихся в мирное время, выглядит непривычно и угрожающе. Малая бухта сегодня огласилась залпами орудий и выстрелами. Немецкие солдаты застигнуты врасплох, не сомневались в своем превосходстве, заняли оборону и отстреливались. Примерно так краснофлотцы из отряда Калинина высадились в ночь на 1 мая более 70 лет назад. Школьники, студенты, анапчане, гости города воочию увидели, как бесстрашно погибали в бою за советскую родину отважные моряки-десантники. Люди просто должны знать, как это все происходило в реалии. Поэтому плюс-минус достоверность воссоздали. Весь отряд героически погиб. Последним ушел из жизни капитан Дмитрий Семенович Калинин. Зарвал себя вместе с подступавшими врагами последней гранатой. Первый раз я видел только в Анапе, чтобы реконструкция была. Но впечатлило. Впечатлило за дело, за живое. Имена участников легендарного десанта зачитали под аплодисменты многочисленных зрителей, пришедших несмотря на дождливую погоду. Небывалый размах реконструкции впечатлил всех пришедших. История ожила перед глазами. Действо заставило еще раз задуматься, как тяжело давалась победа. Оттого предстоящий праздник будет еще более радостным и еще более печальным. С юбилеем Победы! Завтра Анапу ждет незабываемый праздник. Тон празднику задаст торжественный марш войск и общегородская патриотическая акция «Бессмертный полк». Полторы тысячи анапчан пройдут по площади с портретами родственников фронтовиков. Присоединиться может каждый. Сбор участников в 9 утра у русских ворот. Впервые торжественный марш покажут в прямом эфире на нашем канале. Также на площади у здания «Мир кино» состоится библиотечный фестиваль «Сквозь годы звенит победа». В читальном зале под открытым небом любой желающий может продемонстрировать свое творчество. В сквере имени Гудовича молодежь Анапы сделает настоящий военный городок. Будут работать интерактивные экспозиции, фотовыставки, установят штаб времен Великой Отечественной. В течение дня планируется показ военных художественных фильмов. Завершатся мероприятия театрализованным представлением «Бал Победы». А в 22.00 всех ожидают праздничный фейерверк. В советские годы в каждой школе был уголок или комната боевой славы, где школьники собирали материалы о героях Великой Отечественной войны. Сейчас добрая традиция возрождается. К 70-летию Великой Победы в средней школе номер 11 села Супсех открыли музей. Для ребят и учителей Супсехской школы сегодня особый день, долгожданный. Чтобы воссоздать комнату боевой славы, школьники несколько лет по крупицам собирали сведения о погибших соотечественниках. По инициативе директора 11-й школы Светланы Амариной и учителя истории Марины Плотниковой создали музей. Музейная деятельность поможет создать чувство сопричастности у детей к истории. На день рождения принято дарить подарки. Новый музей их тоже получил. Книги, фотографии, раритеты, даже льняной рушник прошлого столетия. Почетную миссию перерезать алую ленту поручили ветерану войны в прошлом директору Супсехской школы Виктору Михайловичу Мищенко. Именно он однажды рассказал школьникам о героях, братьях Лариковых, с которых и началась поисковая работа отряда «Исток». Для почетных гостей музея – первая экскурсия, которую готовили сами школьники. Каска подвергнута коррозии, поэтому ничего, кроме формы, мы разглядеть не можем. Нам ясно лишь одно, что эта каска – каска солдата, который когда-то защищал свою родину и погиб. Шлем стал немым свидетелем тех ужасных событий времен Второй мировой войны. Эдуард Карапетян уверен, если помнить о прошлом, страшные события не повторятся. Те события связывали каждую семью, то есть нас, моих одноклассников. И всем нам интересна история наших предков и наших соотечественников. Вот я, честно говоря, только начал заниматься историей своей семьи и еще не полностью узнал, но мой прадедушка принимал участие в войне. Большой вклад в рождение музея сделали казаки – атаман Субсехского хуторского казачества Олег Чихачев и атаман районного казачьего общества депутат городского совета Валерий Плотников. В музейной комнате можно найти снаряды, побывавшие в бою шлемы, даже пуговицы от одежды военнослужащих, треугольнички писем с фронта и колоссальную информацию об односельчанах, воевавших за родину. Когда они стали сопричастны уже конкретно к самой работе, к формированию исследовательской деятельности, вот тогда они загорелись. И они сами уже стали приходить и просить, а можно мы у вас тоже поработаем. В музее планируют проводить уроки мужества, поэтические встречи. В планах оборудовать еще одну комнату – краеведческую. Каждый житель села может принести старинные вещи, фотографии и рассказать историю своей семьи. Ко дню Победы приурочили презентацию книги старшего научного сотрудника Анапского археологического музея Анаиды Янукян. Анаида Янукян проработала в музее более 40 лет. За это время издала несколько сборников об Анапе вместе со своими сотрудниками. Со временем пришла мысль издать свою книгу, посвященную истории Анапы и анапчан в годы Великой Отечественной войны. Книга небольшая, но за каждым предложением скрываются воспоминания героев о событиях военного времени. Но это нужно для школы, для школ обязательно, обязательно детям, чтобы они знали, что из себя представляет Родина в общем смысле. Но и тот уголок, где они родились, выросли и продолжают учиться. Близкие и родные краеведы собрались вместе разделить радость и поздравить Анаиду Янукян. А депутат законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин пожелал и дальше радовать историческими трудами. Взял себе книгу на память. Абанапе – непочатый край. Можно писать и писать. В планах у Анаиды Янукян выпустить еще одну книгу. А какую – пока держит в секрете. В честь 70-летия Великой Победы возле памятной стелы «Город воинская слава» состоялся мини-парад юноармейских отрядов образовательных учреждений. Команду! Чет! 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 Проходит отряд до призывников школы номер 5. Красив в строю, силен в бою. Открыл парад неоднократный победитель смотра строя и песни. Отряд кадетов кадетской школы имени героя Советского Союза Николая Старшинова. Чеканя «Шак» проходит отряд до призывников школы номер 5 и номер 6, юных моряков имени героя Советского Союза Дмитрия Калинина, школа номер 7, казача 12-й школы и отряд спасателей школы номер 16. Первый в Анапе смотр строя и песни проходил в первой школе. Был посвящен участнику Великой Отечественной Николаю Бомко. Николай Корнеевич в годы войны командовал огневым взводом реактивной артиллерии. Ветеран каждый год посещает мероприятие. Это большая честь. Я очень рад, что ребята не забывают ветеранов войны и в их честь проводят такие важные военно-патриотические мероприятия. Со словами приветствия к отрядам обратились почетные гости мини-парада. Заместитель главы Людмила Мурашова зачитала поздравительное письмо от главы города Сергея Сергеева. Все участники отдали дань памяти погибшим на войне. К стеле «Город воинской славы» возложили венки и корзины с цветами. Необычную акцию к 70-летию Победы запустили водители анапских маршрутных такси и автобусов. Подробности в сюжете. Попасть в далекий 45-й Победный год сегодня можно очень просто. Это не машина времени, это обычный анапский автобус. За рулем водитель в погонах и пилотки с символом советской армии, красной пятиконечной звездой. Все водители пассажирского транспорта в городе воинской славы сегодня в военной форме советских времен. В рамках проведения патриархской работы при праздновании 70-летия Победы руководителями автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города курорта Анапа, принято решение в праздничные дни 8-9 мая одеть водителей в военную форму. Форму надели неспроста, чтобы приобщиться к общему празднику и внести свой вклад в память о героях войны, погибших за мир. Пассажиры удивляются, но акции вызывают добрые улыбки и понимание. Май 2015 года светлый и радостный именно благодаря тем, кто гордо шагал в камуфляже 70 лет назад. У памятника три свечи сегодня прошел торжественный митинг, посвященный 70-летию со дня Победы Великой Отечественной войне. Педагоги и учащиеся гимназии Эврика вспоминали тех, кому обязаны мирным небом над головой. Путь к Великой Победе был трудным, но героическим. Воевали же наши деды, они отдавали свою жизнь за нас, за Родину, за наше будущее. Если бы не было Дня Победы, скорее всего, не было бы сейчас и нашей страны, и нас в том числе. Я очень благодарна своим дедушке, бабушке, всем тем, кто защищал нашу Родину, поскольку это великий праздник. Слова благодарности ветеранам выразили наследники Великой Победы – гимназисты. Ребята пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить воспоминания о войне и передать их новым поколениям. В завершении митинга – минута молчания, понимание значения момента в глазах и живые цветы к памятнику, которые придумала когда-то анапская школьница. В Краснодаре подвели итоги конкурса на крыльях Победы. Аэропорты края пели фронтовые песни целыми семьями. Анапский аэропорт – числе лучших. В песенном конкурсе, состоящем из двух туров, приняли участие 400 сотрудников аэропорта в Базел-Аэро, их дети и близкие родственники. Самые юные участники конкурса – четырехлетние воспитанники детского сада номер 8 «Огонек» в станице Благовещенской. Заняли первое место в номинации авторы-исполнители. Наша патриотическая открытка, которую мы посвятили всем воинам, которые воевали на Великой Отечественной войне, всем тем людям, которые любят Россию, которые хотят, чтобы она была сильной, могучей и великой. Мне больше всего понравилось, как мы выступали. Агенты по регистрации пассажиров, сотрудники службы авиационной безопасности, фельдшеры медицинских служб аэропортов – каждый из выступающих представил на суд жюри оригинальные творческие номера, продемонстрировали уникальные вокальные способности, умение играть на музыкальных инструментах. Коллектив аэропорта Анапы еще и доказал, что это настоящая трудовая семья, в которой свято относятся к истории страны. Об Анапе всегда только самые положительные отклики, номер один. Я очень благодарен всему коллективу аэропорта Анапы и за то, как они работают, и за то, как они поют и отдыхают. В финале выступили 170 артистов, в том числе 31 ветеран Великой Отечественной войны и труда, более 50 детей. Дипломами лауреатов награждены 19 участников. Поздравления ветеранам Великой Отечественной войны в нашем эфире передают знаменитые российские актеры. Дорогие жители Анапы, поздравляем вас с праздником Победы, 70-летием Победы. Желаем вам всем мирного неба над головой, здоровья и успехов в вашей работе и в жизни. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне юные актеры театра-студии «Пигмалион» подготовили новую постановку «Ожившие письма». Новая работа актеров театра-студии основана на подлинных письмах с фронтов Великой Отечественной войны. В этот день в отделе краеведения археологического музея эти письма ожили на глазах у зрителей. Не было на фронте человека, который не скучал бы по родному дому. Сколько тепла, нежности, любви в каждой строке пожелтевшего от времени треугольника солдатского письма. И за каждым письмом судьба человека, беззаветно преданного своей родине, безгранично любящего самых близких людей – мать, отца, жену, детей. Непростая задача стояла перед юными актерами. Им надо было постараться передать дух того времени, с чем юные актеры Артем и Антон Хандошко, Артем Душевский, Артем Визерян, Сергей Сергеенко, Захар Якушкин и Максим Тимофеев успешно справились. А зрители вспомнили о своих близких и родных, которые освободили нашу страну, принесли мир народам Европы и мира 70 лет назад. Спасибо им за победу. 9 мая свой юбилей будет отмечать Ольга Олеговна Казакова. В ее судьбе День Победы стал предопределяющим. Очень большое счастье, что она родилась для нее и для всех нас 9 мая. Потому что энергетика, которую она получила в этот день – это необычайная энергетика. И то, что она сделала в культуре – это просто невероятно. Премия «Одаренным детям» учреждена была впервые именно Казаковой. Молодежные дискотеки, фестивали, которых она привлекла в Анапу, больше десятка сделала в Анапу фестивальной гаванью России. Городской театр стал именно театром из обычного Дома культуры. В библиотеках появились компьютеры, а в сельских клубах – отопление. При этом вся жизнь на виду, на людях. Я счастлива, что я родилась в этот день, в День Победы. Я очень благодарна своей мамочке, что она родила меня именно в этот день. И так получилось, что я все свои дни рождения встречаю на площади, у Вечного Огня, среди множества людей. Парады, Вечный Огонь, митинги. И впервые в этом году, в свой юбилей, я встречаю в кругу семьи. У меня приехали мои дети, придет ко мне моя внучка, у меня жива еще мама, чему я безмерно рада. И это, наверное, будет тоже один из моих самых счастливых дней рождения в жизни. Перелистывать фотоальбом не в правилах этой женщины. Она все время в движении. Занимается оздоровительными практиками, ходит в походы, принимает любимых друзей. Их много. Ведь в культуре Анапы Казакова – это целая эпоха. Так сложилось по судьбе, что мы росли вместе, учились вместе в одной музыкальной школе. Одно время мне пришлось с Ольгой Олеговной вместе работать в администрации. Я хочу сказать, вот как в народе говорят, человек на своем месте – это действительно так, на самом деле. Потому что вот для себя я формулу вывел, что такое и кто такой профессионал. Это человек, наверное, с огромной требовательностью к себе, естественно, требовательностью к своим сотрудникам, подчиненным. Ольга Олеговна во всем осталась верна себе. Про заслуженный отдых – это не про нее. Она стремится жить ярко и насыщенно, как и подобает тем, кто родился в День Победы. Завершит выпуск прогноз погоды. Утро субботы ожидается пасмурным и дождливым. Словно сама погода скорбит по погибшим в Великую Отечественную войну. К обеду выглянет солнце порадоваться вместе с нами великому празднику Победы. Хорошо бы солнце осталось с нами на весь день и не помешало огромному количеству запланированных мероприятий. Слабый юго-западный ветер и температура воздуха до плюс 14 – небольшая компенсация от теплого анавского климата. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр Тризе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова